Здравствуйте, господа! Если вы забыли или не знали, меня зовут Аль, приятно познакомиться. Что ж, в возрасте 17 лет я улетела от своих родителей, и вот спустя год я вернулась. Ну а если быть точнее, я улетала на учёбу. В выпускном классе как передо мной, так и перед другими ребятами стоял вопрос, куда же мне всё-таки поступать. А я ещё думала насчёт того, чтобы поступать либо в своём городе, либо вообще в другой стране. И после долгих раздумий, уговоров родителей, сбора информации и анализа этого всего, нами было принято решение о том, что я буду поступать в России. То бишь совершенно в другой среде для меня, в другой стране, где у меня из близких людей только один человек. А как это было, можете посмотреть вот в этом ролике. Здесь я рассказывала подробно о своём перелёте. В первом в жизни. К слову, о самой учёбе. Учёба там мне очень понравилась, и я нашла для себя кучу людей, которые сейчас являются для меня очень близкими. И в этом есть такой небольшой нюансик. Я переживала насчёт того, как я буду вообще без своих близких, но я не учла того факта, что на новом месте у меня также появятся близкие люди, и мне стало грустно уезжать оттуда. Также небольшой совет будущим студентам. Сдача сессии — это довольно-таки струсовое мероприятие. Так что совет будет следующим. Об этом знают все, но тем не менее я об этом скажу. Многие преподаватели смотрят на вашу работу в семестре. То есть это введение тетрадей, ваша посещаемость, наличие лабораторных, если они нужны. И те самые преподаватели, которым это очень важно, могут на это посмотреть в конце семестра и сказать заветную фразу, что у вас автомат. Советую вам, правда, учиться и работать в семестре, сдавать все задания вовремя. И лучше уж рано утром встать и пойти на пару, чем потом ее отрабатывать. Поспать можно и после пар. Здравствуйте. Сегодня у меня экзамен у очень милого преподавателя. И в своем телеграм-канале я иногда выставляла кружочки, как мы сидим на паре под музыку. Это как раз-таки этот преподаватель. Я распечатала себе билеты, потому что я не могу читать с телефона, типа с борда. Это вообще никак не усваивается информация. Мне нужно читать именно с листочка. Поотмечала себе всякого важного. Ручки чуть-чуть трясутся. Так поотмечала, что маркер закончился. Не сидим, учим. Я вернулась с универа. У нас очень жарко, поэтому я сразу сходила в душ, и мне снова очень жарко. У нас 32 градуса, но и плюс очень сильно, душно. Просто жестко. Вот. Еще сегодня я сдала соцпет и английский. Слава богу. Мне остается, получается, всего 4 зачета. Еще один будет завтра, и он очень сложный, потому что туда нужно очень много чего выучить. Я уже несколько дней этим занимаюсь, но я так ничего не могу выучить, потому что это сложно. Я сейчас буду учить зачет на завтра. Это будет очень сложный зачет. Он сложнее, чем экзамены. Поэтому, надеюсь, я все сдам. Все будет норм. Я, кстати, для удобства расписала все наши пары и все наши зачеты и экзамены. То есть, это очень удобно, правда, потому что ты видишь, тут я расписала даты и время. Здесь я расписала все, что нужно для того, чтобы сдать. Здесь сам предмет, и здесь зачет-незачет. Это очень удобно, потому что ты наглядно видишь, что у тебя осталось, что ты уже сдал. И это, правда, удобно. Поэтому советую. Сегодня я закрыла сессию. Это было сложнее, чем зимняя сессия. Но, господи, как же я рада просто. Последний экзамен, точнее зачет, я переписывала. Карьера за... И, наконец, я написала все. Что ж, вчера я упаковала все. Все вещи сегодня днем, я уезжаю в Казань. И уже с Казани я полечу домой. И меня разбудил звонок подруги, которая сказала, мы, Слячок, сейчас к тебе приедем, ты там спустись. Вот. Я такого не ожидала. Я очень заинтригована. Я оставила единственную одежду, ее черные брюки и черный топ. Еще оставила в другую кофту от костюма, на который я делала Observe. Потому что у меня рейс в час ночи. Возможно, будет холодно. Но, скорее всего, будет жарко. Я спустилась к девочкам. Они подарили мне вот такую цепочку и подвесочку в виде бабочки. Я очень люблю. Спасибо. Я очень люблю. Зима будет жарко, но как-то очень холодно. И я очень люблю. Слячок. Слячок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok